Самарская информационная библиотечная система Все это видео увидят и другие библиотекари, других библиотек городов. По вашим заказам я тоже могу послать вам видеосообщение. Итак, сегодня второе видео из, надеюсь, сериала проекта, который называется «Современная поэзия и библиотеки. Тест на совместимость». И сегодня мы поговорим о том, а где взять, собственно, поэтические тексты, не говоря уже о поэтических книгах. Ответ очень простой. Конечно, это журналы и альманахи. Их выходит огромное множество в нашей стране. Я покажу вот только некоторые, кстати, из-за рубежа, потому что вот «Плавучий мост» у меня в руках, поэтический журнал международный «Германия и Россия». Это журнал поэтов ДООС «Добровольное общество охраны стрекоз». Это Маргарита Аль делает вот такой литературный всероссийский журнал «Лифт» и проводит аналогичный семинар. Это альманах поэтический. Его выпускает Союз российских писателей под руководством Светланы Василенко. В паре к нему идет еще альманах прозы «Лед и пламень». Это альманах между альманах сибирской поэзии. Это вот такой роскошный, великолепно иллюстрированный журнал. Выпускает Кемерово. Это тоже чисто поэтический журнал. Журнал «Контекст», к сожалению, не очень регулярный, актуальных литературных практик. Альманах, правда, он позиционирует себя как литературный журнал. Вещь, почему я его назвала альманахом, он выходит два раза в год. Обычно альманах и журналы прежде всего различаются периодичностью, плюс второе – некоторыми структурными подходами и концепциями. Здесь есть и проза, и публицистика, и критика, и поэзия. Это фильм. Вот такой журнал очень солидный, где есть тоже разные рубрики, в том числе анонимная поэзия, в том числе рефлексивные такие вещи, и публицистический, делающий обзор современного процесса, даже интернет-протал, делает Андрей Козырев. Город Омск. Ну и так далее. Я показала только то, что вот у меня было под рукой. Кроме региональных журналов, есть толстые журналы. Я сейчас засеяла фестиваль анонимной поэзии. Под видео есть ссылка на краткое описание этого фестиваля. И один из подпроектов фестиваля называется «Оплоты». Я попросила Андрея Пермякова, это поэт, это критик очень интересный, это кандидат еще медицинских наук по совместительству, это еще писатель, написать обзор основных, как он считает, журналов этого журнального мира. Вот цитата из «Видения». Вначале совсем кратко о сути толстых литературных журналов и почему их очень интересно читать. Ведь за последние десятилетия в сети появилась масса самых разнообразных ресурсов, представляющих, кажется, все разновидности и уровни поэзии. Для чего нужны структуры, созданные почти столетия назад? Прежде всего, журналы тоже образовали собой интернет-площадку, и очень давно. Первый вариант журнального зала «Русского журнала» заработал еще в 1996 году. Сейчас этот ресурс расположен вот к такому адресу. Адрес будет тоже под видео. И площадка эта очень своеобразная. Оказаться представленной на ней – мечта, пожалуй, абсолютного большинства нынешних литераторов. Дело даже не в количестве просмотров, а он колеблется вокруг отметки 500 тысяч уникальных посещений в месяц. Дело в том, что каждый из журналов-участников – живой организм со своими особенностями и пристрастиями. Пристрастия эти никоим образом не заменяют и не ретушируют профессионализм о журнальных сотрудниках, но определяют лицо каждого издания, делая его неповторимым, как и подобает человеческому лицу. Отбор в клуб журнального зала довольно жесткий, зато гарантирующий высокий уровень поэзии. Не пытаясь объять необъятное, кратко расскажем о девяти наиболее заметных журналах в высшей лиге и одном примечательном исключении. И далее Андрей выбирает вот эту девятку журналов из журнального зала и добавляет к ней журнал «Актуальные поэзии», который в журнальном зале не отражается, но публикуется, правда, с большой задержкой после выхода печатного номера на своем собственном портале. И его можно тоже там будет читать, хотя и с оценкой. Ссылка на этот портал тоже внизу. Это журнал, который делает Дмитрий Кузьмин, журнал «Воздух». Я его только почему показываю, не показываю стальной девятку, потому что это единственный, наверное, журнал, которого я не видела ни в одной библиотеке России. Все остальные журналы так или иначе предъявлены, хотя, конечно, сейчас подписка сократилась и неполные вот эти комплекты, но тем не менее в разных сочетаниях есть все журналы, которые далее описывает Андрей. Это журнал «Орион», это журнал «Воздух», который я уже показала, журнал «Дети Ра», журнал «Новый мир», журнал «Знамя», журнал «Урал», я его не зря поставила, это наш родной журнал «Екатеринбург». Это журнал «Волга», ваш родной журнал. Он выходит в Саратове. Ваши соседи, по сути, ближайший к вам журнал, который существует в рамках журнального зала в том числе. И журналы «Дружба народов», «Звезда» и «Октябрь». Почему я сделала ставку на эти журналы? Потому что они все в свободном доступе. Не все выкладываются в момент выхода печатного номера, но все их номера, и не только актуальные, но и за прошлые годы, выложены на сайте, на портале, точнее, Гольки, который выделил специальный подсайт журнальному залу. И достаточно просто по-русски набрать «Журнальный зал», чтобы увидеть все эти журналы там. И кроме перечисленных, выбранных Андреем Перевиковым, еще ряд журналов, которые можно там спокойно почитать. К сожалению, большинство библиотекарей, с которыми я разговариваю по ходу своих поездок, автопробегов и в переписке, о существовании журнального зала узнают только от меня. Хотя все они, все стопроцентно голос, жалуются на сокращение денег на подписку, пытаются найти какие-то опольные пути, все-таки некоторые журналы, полюбившиеся читателям, получать. Но про свободный вход в журнальный зал узнают, еще раз говорю, к сожалению, от меня. Поэтому, товарищи библиотекари, я вас приглашаю присоединиться к фестивалю анонимной поэзии хотя бы к одному подпроекту, который я назвала. Это «Оплоты». Что собой представляет этот подпроект? Этот подпроект оплоты. Основная его задача – донести до читателей, как их найти, и познакомить, чем подборки поэзии в одном журнале отличаются подборок поэзии в другом журнале. Что собой представляет это продвижение? Самый простой вариант – это стендовая выставка. Вот я распечатала одну бумажку в самом бюджетном черно-белом варианте. На каждом таком плакате – это обложка журнала. Конечно, лучше, если у вас был бы цветной принтер, и вы сделали бы цветной вещь. Краткое описание особенностей поэтического раздела журнала, сделанной Андреем Примяковым. И QR-код, который ведет на страницу этого журнала в журнальном зале. Оптимальный, конечно, вариант, если бы вот эти вот бумажки сопровождались. Рядом стоял бы, конечно, бумажный журнал, неважно, какого года и месяца. Важно, чтобы читатель взял его в руки и посмотрел, как он устроен, потому что даже часто по дизайну, по оформлению можно понять – это твой журнал или не твой. То есть это первая выставка плоты. К этой выставке вот эти плакаты мной разработаны. По запросу я вам вышлю полностью PDF-ки хорошего качества на вашу электронную почту, плюс заголовок оплоты, который тоже мной сделан. С логотипом вот «Фестиваль анонимной поэзии». То есть достаточно распечатать, найти вас в архивах или на полках, где журналы-журналы, поставить и, естественно, самое главное, но это вы делаете все профессионально, самим библиотекарем подготовиться к ответам на вопросы читателей. Ну, во-первых, будут обязательно вопросы, что это такое, потому что с QR-кодами еще не все работают. Надеюсь, вы это все равно сделаете. Во-вторых, если нет QR-кодов, то подготовить ссылки, показать, как это работает в интернете. И, в-третьих, конечно, самим посмотреть каждый журнал, как он устроен и так далее. И самое главное, понять, чем поэтические подборки в одном журнале будут отличаться от поэтических подборок в другом журнале. Понятно, что все читать каждый читатель не сможет, да и не надо. Но вот задача каждому найти свой журнал, свою подборку, это, на мой взгляд, совершенно правильная задача. Мне думается, что оптимальный вариант работы вообще с журналами библиотеки на местах должен как бы состоять из двух частей. Первая часть – это вот продвижение проекта оплоты, то есть донесение до каждого читателя, что есть такой ресурс, журнальный зал, где жизнь продолжается и где уже отобранные тексты предлагаются вашему вниманию. И второе – это, конечно, живые журналы, которые сдаются по месту вашего бытования. Вот, например, в Самаре. Альманах Лицреда, который выпускают, скажем так, молодые, здесь, как вы видите, не только с поэтической подборки. Вот такой великолепно оформленный журнал, который делает Елена Багатырева со своей командой, который называется «Черные дыры букв», и она его активно презентует. Вообще она легко выходит на публику. Понятно, что для работы с этими журналами нужны живые формы работы, их презентации, встречи с авторами, читки и так далее. Здесь вы уж сами мастера. Поблизости от вас, я уже поговорила из толстых журналов, это «Саратов», который делает поэтическую часть, за ней в этом журнале отвечает великолепный поэт Алексей Александров. И вот два журнала, которые выпускаются в Самарской области, в Тольятти. Это журнал «Графит», который выпускает Сергей Сумин. Он же ежегодно проводит фестиваль поэзии по Волжье. Кстати, в «Графити» тоже, как вы видите, есть не только поэтические, но и прозаические подборки. Есть и критика, и публицистика. И на фестивале, и в «Графити», конечно, не только поэзии поэзии. Мы из Урала приезжаем, туда приезжают и москвичи, и, ну, по сути, и Нижний Новгород, и так далее. И второй журнал, журнал, который идет под эгидой Тольяттинской администрации, плюс это «Союз российских писателей», и тут большой коллектив, но верстает, собственно, собирает этот журнал «Владимир Мисюк». Это два журнала, как бы тоже два полюса поэтических в Тольятти. И поэтому я предлагаю вот такую схему. Оплоты плюс местные журналы. Виртуальная условная часть и часть реальная. Помимо выставки оплоты, о которой я рассказала, я надеюсь, что кроме этого у вас будет еще масса всякой работы. Некоторые форматы я хотела бы услышать от вас, но если будут вопросы, готова рассказать уже в следующих сериях. Спасибо за внимание. Читайте поэзию в толстых журналах и журналах местного литературного сообщества. Оп! Я забыла еще об одном ресурсе, а обязательно должна была сказать. В предыдущей версии я говорила об интернет-портале «Цирк Олимп». В том числе двое из названных поэтов, причастных к созданию этого очень долговечного уже ресурса. Это Виталий Алексеев и Александр Уланов, о которых речь шла в предыдущем выпуске нашего сериала «Современная поэзия и библиотеки. Тест на совместимость». Спасибо за внимание. Успешного чтения журнала.